Вспомнил такой случай. Однажды я периодически выступаю в библиотеках, даже в школах бывает перед детьми, перед школьниками разных возрастов. Я потому что пишу и какие-то совсем детские вещи, и я выступаю иногда и перед второклассниками, третиклассниками, а иногда повзрослее какие-нибудь старшие классы. Вот как-то в библиотеку привели старшие классы, и я начал читать это стихотворение, и вдруг в середине я с ужасом понял, что оно, наверное, 18+, потому что там вот это все, бутылочка вина. Вот. И я думаю, что же делать? И читаю, и не остановиться, ну не прервешь, и сейчас вот так вот хоп, и как-то неудобно. Ну понятно, что дети, конечно, поймут, но... И вот я делаю так, это бывают такие озарения свыше. Я говорю, в отчаянии уходят кредиторы. Я открываю шторы. Привет, стихи! Поэзия здоровая. То есть все как-то очень так хорошо-то. Не привозь. Слилось, да. Вообще, как будто так и было написано. Вот такой пример спонтанной самоцензуры. Еще одна сказка, тесно связанная с нашей жизнью. Королева утром огороженная и опять сегодня ночью не спалось. Но уже ничего не исправить. День рабочий и надо править. По-живому орать и править. Ставить обе левую печать. И нести себя в строгой экране. И плюсти себя как в оправе. Чтоб себя исключать из правил. И условием отвечать. Ночь, отброшенная тем, сгерошена вверх. Кровать справа, зверобой и лёдь. Под матрасом завелась горошина. И как ралелье спать спокойно не даёт. Но уже ничего не исправить. Не вернуть, не свернуть, не вставить. Только снег из-за серых ставен. Бестолковому дню в огонь. На душе ледяная завить. И горошины злая память. Народит у кого-то и ранить. Разрослась, как снежный пол. Народит у кого-то и ранить. Народит у кого-то и ранить. И горошина дает под горошину. И, как таяться в Москву, Горошина и Королевской водит волей и рукой. Но уже ничего не исправить. Так оружина нами правит. И решает, кто в этой драме На бесправие обречён. Только всё это против правил, у горошины нету грани Значит, ей тоже кто-то правит, и горошина нет причём И скрипит под ногами краны, у горошины нету грани Значит, ей тоже кто-то правит Минуэт, пируэт, поклон